Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители канала Процветок! Сегодня мы поговорим о том, как правильно обрезать смородину и крыжовник, ягодную культуру. И что в отличие от плодовых, допустим, у ягодных, оставляются всегда наиболее хорошо развитые побеги. И желательно прямостоячие. Почему? Потому что вы понимаете хорошо, что под нагрузкой, особенно если очень урожайный куст, то он тогда раскладывается. И, естественно, ягоды тогда ложатся на землю или во время дождя из-за удара капель отскакивают мелкие частички почвы. И это все выглядит не очень красиво. В любом случае придется тогда хорошо отмывать такую продукцию. Поэтому вот кусты, скажем, куст смородины молоденький, куст крыжовника старый, причем здесь, как выяснилось, два сорта, потому что, скажем, участок достался наследства, что было, то было. И сейчас мы потихонечку будем разбираться и начнем мы с куста смородины. Мы видим, что вот на этом сорте это селеченская смородина. Вот, видите, это такой вредитель, кто сталкивался с этим. В этом году, наверное, сталкивались все. Я с этим вредителем знакома как бы не поднаслышке, но боролась с ним бороться очень сложно. Это галовая тля, да, то есть, естественно, ее здесь нет. Инсектициды я применяла, но дело в том, что инсектициды хорошо отгалывает ли применять на ранних стадиях, когда она еще, вот, у вас лист не свернулся. И в инсектициды в борьбе с этим вредителем нужно добавлять обязательно поверхностно-активное вещество. То есть, ну, условно говоря, любое мыльное средство для мытья посуды. Я беру, допустим, для мытья посуды, мне больше это нравится, кому не очень нравится, значит, можно использовать хозяйственное мыло. Вот, значит, но обязательно мыло добавляется. Почему? Потому что тля покрыта восковой кутикулой, и достать инсектицидом контактным ее невозможно, а системное действие развивается постепенно, слишком долго, поэтому бороться с этим вредителем сложно. Я собирала листья, вот, просто обрывала наиболее поврежденные листья, вот то, что замечала. Ну, естественно, вы видите, что, в принципе, дальше отрос здоровый лист, хотя, ну, вот сейчас, середина октября, вы видите, что он уже начались процессы естественного отмирания. Костик молоденький, ему буквально 3, может быть, 4 года, с учетом того, что он в питомнике, я не помню, в каком возрасте его брала, и пока его там не трогала, да, но сейчас уже видно. Вот, видимо, вот таким я его и покупала, да, вот эта вот веточка, которая после покупки, вот она, как бы, уже и естественно умерла. Ну, и сейчас мы ее удалим, то есть вот в таких кустах мы оставляем только хорошо развитые побеги, и не надо, чтобы куст был густой, да, потому что если только у вас середина загущена, значит, так и знаете, что это будет плохо проветриваться, будет застаиваться влага, застаиваться влага, значит, там будут концентрироваться различные патогенные организмы, и не солнце, ну, то есть влажно им будут создаваться комфортные, замечательные условия. Ну, и вот эту вот веточку, которая была изначально на кустике приобретенном, вот мы ее удаляем, да, не жалея совершенно. Потом мы смотрим, что у нас растет внутрь куста, да, ну, вот, как бы, вот молодой, хороший, сильный побег, вот, в принципе, хороший побег, но густовато, вот этот побег по какой-то причине усох, я даже не готова пока ответить, то есть не все, вполне возможно, что был длительный засушливый период, и просто не хватило питания, вот. Ну, и в любом случае, да, плодоношение нам что-то нужно оставить, но мы в любом случае немножечко проедем даже эту веточку, вот, и переведем ее так, чтобы она чуть-чуть на отлогу вверх ушла, да, чтобы разрядить это пространство, да, потому что вот эта веточка у нас может, будет плодоносить, может, нет, вот эта уже у нас точно будет плодоносить в следующем году. Нет, вот все-таки я посмотрела, у нас есть хороший побег, все-таки я вот эту веточку удалю, и смотрите, еще по поводу обрезки хочу сказать, обрезка это всегда вопрос, который рождает самое большое количество вопросов, и когда я читаю лекции, я говорю такую вот крылатую фразу по этому поводу, у каждого додика своя методика, да, ну, скажем, призывать там я вас ни к чему не могу, но просто скажу вам просто так, что я технолог с 25-летним стажем, поэтому я вам высказываю, ну, как бы свои соображения, подтвержденные практикой, а следовать им или нет, ну, каждый выбирает для себя. Ну, и вот видите, вот у меня, допустим, тоже вот пошел побег, да, и вот у нас, видите, вот такие вилки, тройники, это всегда плохо. Как правило, они возникают в месте повреждения какими-нибудь насекомыми или заболеваниями, но здесь вот явно присутствовала тля, вызвала искривление побега, и вот вызвала вот такой вот. И видите, вот что мы делаем, да, вот у нас куст уже начинает дышать. То же самое внимательно смотрим, вот этот побег, видите, у нас, вот здесь тоже, сейчас мы еще удалим от основания на этом же побеге веточку, и здесь удалим, то есть максимально даже для видеоаппаратуры будет лучше видно. То есть вот все, что идет внутрь куста, оно нам здесь не нужно, оно будет захламлять куст. Вот мы проедели. Молоденькая веточка, но опять-таки она направлена внутрь куста, тоже ее вырезаем. То же самое. Не бойтесь вырезать, вы больше, как бы, чем надо, не вырежете. Если будет меньше веток, значит будут крупнее плоды, то есть ягоды будут крупнее. Поэтому бояться этого не стоит, вы сделаете только лучше, и даже вот в случае засухи у вас растение получит больше питания и, соответственно, его плоды тоже. Вот еще у нас здесь вот веточка, да, вот она вроде бы и неплохая, она молоденькая, но сам куст весь не старый, да, но она растет вот так вот вовнутрь, перегибает, зажимает веточку. И вот мы ее тоже удалим. Вот видите, все больше и больше кустик прореживается. Тоже веточка внутри куста. И вот еще вот попрошу обратить внимание, вот видите, ветка под углом, она явно идет на пересечение, да, то есть ее бы, по идее, нужно было удалить. Но так как у нас останется тогда всего две плодоносящие ветви и три молодые. Сейчас это сделать рановато, поэтому еще на этот, на следующий год мы это оставим. Но в следующем году ее нужно будет удалить, именно потому что она пересекает, вот хороший на перспективу побег, вот хороший на перспективу побег. Этот нужно будет удалить, но пока трения между ними не будет, и пока он остается. Вот таким образом мы как бы и оставляем наш кустик. Тоже вот еще здесь вот есть вилочка. Мы ее удаляем, и можно вот эту вот тоже веточку вот так вот удалить. Но вилки я очень не люблю. Иногда бывает, когда под широким углом отхождения отходит веточка, тогда ее можно оставить. А вот так вот оставляем кустик, и видите, он рыхлый, все. Здесь побеги, ну, я не считаю нужным укорачивать. Если укорачивать, то опять-таки нужно было это делать раньше. Ну и здесь уже точно все завершковалось, уже здесь никакого прироста не будет. Вот видите, все, она уже закончила. Вот почкой заканчивается, она закончила рост. Вот. Если бы вовремя, то есть раньше, вот в августе, можно было, хотя бы, допустим, побег не очень длинный, можно было на три, на пять почек обрезать. Это бы способствовало разветвлению. Но это нужно было сделать раньше. Сейчас я этого делать не буду. Ну и, в принципе, у меня, как бы, такой габитус куста устраивает. Поэтому я гнаться за сильной разветвленностью не буду. У меня достаточное количество побегов, и меня, как бы, все устраивает. Перейдем к рыжовнику. К рыжовник у нас куст старый. Естественно, здесь ветви различных возрастов встречаются. Ну и видите, что куст, это, по сути дела, два куста. Потому что вот это вот у нас один сорт. У него зеленые ягоды, и он более ранний. И этот такой достаточно не то, что поздний. Он среднего срока созревания куста, бордовые ягоды. Их надо разделить, пересадить. Но сейчас мы обрежем, омолодим этот куст. Потому что, ну, однозначно видно, что он очень-очень густой. Ну и будем потихонечку расплетать, что называется. И начнем вот с этого бордового. Вот смотрите, здесь вот у основания видно. Вот старая древесина, да. И вот от основания старого побега отходит молодая веточка. И вот она идет в свободный локус пространства. А вот эта ветка, она идет внутрь куста. И, естественно, ее лучше вырезать. Для того, чтобы, опять-таки, больше проветривался куст. Значит, вот тоже у нас достаточно молодая ветка. Она отходит, опять-таки, от основания старого побега. И опять мы удалим вот эту вот развилочку. И старую эту ветку удалим. И вот опять видим, что вот удалили ветку, но все равно вот внутри. Вот она достаточно молодая, но есть моложе веточка. И энергия роста у нее лучше, да. Поэтому мы у самого основания вырежем вот эту вот ветку. Тем более, что она в центре куста. Вырежем, и сразу разрезится очень здорово пространство. Тоже в середине куста маленькие, очень-очень слабенькие побеги. Вот все их без сожаления всякого вырезаем. Потому что они только будут захламлять куст. Из оставшихся побегов, значит, сейчас мы еще вырежем вот эти вот старые, да. Вот, допустим, он еще, конечно, будет плодоносить куст крыжовника достаточно долгоживущие. Растение 30 лет оно точно выдерживает на одном месте. А если предпринимать определенные мероприятия, почему еще, допустим, обновляя побеги, вы омолаживаете куст, но есть еще такое понятие, как почвоутомление. И если вы будете добавлять, бороться с почвоутомлением, есть широкая, достаточно линейка различных бактериальных препаратов, которые позволяют с этим бороться. Бактерии самые разнообразные. Есть и фосфатомобилизующие, и калийомобилизующие. Ну и вот еще у нас остается одна ветка старая. Она хорошо отходит от нее, значит, есть молодые побеги, да. Я ее просто прорежу. И пока я ее оставлю, потому что мне немножечко жаль. Пока я ее вижу в кроне, тем более она уходит на забор. Со старыми ветками мы как бы покончили. Теперь нужно удалить все слабенькие однолетние приросты. И на старых ветвях, и то, что отошло у нас от корня. Здесь их так немного. Ну вот, допустим, вот веточка молодая, однолетний побег от корня отошел. Мы его вырезаем, тем более, видите, вот тройник такой. То есть, ну, совсем не есть хорошо. И удаляем вот все вот такие вот мелкие, идущие внутрь куста побеги. Этот на свое усмотрение. Можете оставлять, можете не оставлять. Я оставлю, значит, вот эта вот веточка. Она немножечко преломалась тут. Можно обрезать, ну, вообще я ее срежу, потому что она параллелится с кустом. Вот тоже молодая веточка, но, видите, вот здесь, вот видите, это такой ласточкин хвост. И лучше более слабый побег отторгнуть. Вот мы его обрезали. Так. Ну и дальше продолжаем чистить кустик. Ветка внутри куста. И вот эти все молодые, однолетние боковые ответвления мы просто уберем. Потому что это все захламляется. Это сейчас листья опали. И кажется, что здесь много пространства. Но на самом деле куст очень густой. Вот тоже убрали. И это уберем. Все по той же причине. Все это идет внутрь куста. И создает замечательные условия для развития патогенной флоры. Вот так вот куст будет хорошо проветриваться. Как бы надеюсь, что с ним будет все нормально. Так. Вот значит, вот этот бордовый сорт. Как бы можно уже успокоиться. Можно его больше не терзать. Вот такие вот веточки, которые идут внутрь. Как бы и создают условия трения. Потому что это сейчас так выглядит. Летом оно будет совсем другая архитектоника. Потому что даже листья чего-то весят. И оно будет по-разному раскладываться. Ну и тереть оно, собственно говоря, будет. Поэтому все вот лишние веточки. Все, что идет на пересечении. Сейчас это хорошо видно. Лучше их убрать. Ну и вот, наверное, я вот это вот тоже уберу. Вот вы здесь вот видите на старом побеге лишайник. Тоже хочу акцентировать внимание. Потому что многие боятся лишайника. Лишайника бояться не стоит. Это сапрофитный организм. Самодостаточный. Он представляет из себя симбиоз гриба и водоросли. Гриб закрепляется на отмерзшей коре. То есть вы видите, вот на этой же веточке, да, на молодом однолетнем побеге никакого лишайника нет. Гриб выполняет функцию закрепления. А водоросль фотосинтезирует и кормит гриб. То есть организм самодостаточный. Кому не нравится лишайник, значит, после обработки бордосской жидкостью и азофосом, как правило, лишайник извести его подсушивает. И он опадает. То есть пересушивается гриб, перестает удерживать тело. Чем не хорошо, относительно не хорошо, так как поверхность лишайника, видите, такая, ну как бы бугристая. Много там этих пластиночек, закоулочков. Естественно, как на любой шероховатой поверхности, лучше задерживаются любые грибы, любое инфекционное начало. Вот если исповедовать, ну как бы вот с этой точки зрения смотреть, то можно, конечно, это и побороться с этим. Ну и вот до конца еще последние штрихи. Вот видите, с разного ракурса по-разному все видится. То, что не виделось с того ракурса, с этого ракурса, очень очевидно. Поэтому походить, покрутиться возле куста очень-очень нужно и полезно. И посмотреть, и потом можно подойти еще и второй, и третий раз. И вы опять-таки можете увидеть, что вы что-то там пропустили. Ну, собственно говоря, вот все. Вот в таком состоянии можно куст оставлять. Я не стремлюсь к чистому выпалыванию всего на свете. Я стою так на органических началах, таких здравомыслящего органического начала. И когда у вас нет голой почвы, когда у вас здесь растут, ну они замечательно развиваются. Вот вы видите, что у меня здесь фиалка пахучая растет. Она весной радует меня. Вот медуница, значит, тоже мне все очень нравится. Вот доборага или огуречная трава. Ну, естественно, без сорняков они обходятся. Вот там и молоча уже взошел, и крапива, и глинзога показалось. Но вот наличие других культур, оно несколько снижает вот это вот почвоутомление. И если у вас вы стремитесь к тому абсолютно идеальной чистой прополке, то в таком прополотом состоянии ваш куст будет страдать от почвоутомления значительно быстрее. Вот, кстати, вот вредитель. Вот это вот стеклянница, которая минирует почки. И потом, значит, начинает личинка развиваться, начинает потихонечку. Личинка продвигается по побегу, и побег начинает отсыхать. Ну, естественно, сейчас она как бы уже не опасна. Это минирование происходит ранней весной. Ну вот, собственно говоря, куст мы уже обрезали. И что же мы можем сделать с веточками срезанными? Мы можем либо убрать их, значит, из прикустовой зоны, и отнести, ну, измельчить несколько, и отнести на компостную кучу. Либо можем опять-таки оставить здесь при месте. Ну, тогда мы режем вот на такие небольшие вот фрагменты, да, измельчаем. И в этом случае оно будет выполнять функцию мульчи. Естественно, это по желанию, потому что все-таки крыжовник – это колючая культура. Ну, в частности, про крыжовник, если говорить. Но если я, допустим, не планирую отсюда убирать фиалку, меня это устраивает, мне это нравится. Здесь еще и тюльпаны, луковицы есть, и нарциссы. И меня как бы все это устраивает. И замульчировать можно, тем более, что я и обрабатывала, и еще буду обрабатывать и раствором мочевины, и бордоской жидкостью. За инфекционное начало я не переживаю. И вот таким образом, не надо даже там сильно следить, куда и как оно попадет, но в любом случае этот слой органики, значит, и будет постепенно и обогащать почву, и как бы от заморозков, от ветровой эрозии предохранять, и от водной эрозии. Поэтому я поступаю таким вот образом. Если кому-то не нравится, если кто-то стремится к совершенству, то, пожалуйста, можете выгребать, относительно на компостную кучу, кто совсем уж радикально настроен. И если, допустим, там сферотека, ну вот сорт такой, то, в принципе, можете, конечно, сжечь. Но я категорически против сжигания, потому что органика очень сложно добивается с большими... синтезируется, можно даже сказать, да, растениями. И просто так вот бездумно сжигать, ну, это как бы крайний... Для меня это крайний случай, поэтому я стремлюсь все-таки органику, любую органику оставлять при месте. Или компостировать ее, и тогда уже применять как в качестве компоста, и в качестве удобрения. Ну вот, собственно говоря, у меня все. До свидания. Желаю вам с наименьшими затратами достигать больших результатов, и добиваться и плодородия почвы, и получать богатые, хорошие урожаи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова